С 11 по 13 сентября на пляже объединения пансионатов курорта Питсунда прошел первый фестиваль по рокфишингу соревнования по морской рыбалке, организованный Федерацией рыболовного и охотничьего спорта Республики Абхазия. Как мы сообщали ранее, не так давно в нашей стране была создана Федерация рыболовного и охотничьего спорта Республики Абхазия. Главной целью организации является пропаганда легальной охоты и рыбной ловли, а также проведение различного рода соревнований. Одно из первых мероприятий, проводимых Федерацией – фестиваль по рокфишингу соревнования по морской рыбалке, который проходил с 11 по 13 сентября на Черноморском побережье города Питсунда. Несмотря на то, что такого рода соревнования в Абхазии проходят впервые и мало кому он известен, в нем приняли участие 37 человек. 10 из них представляли нашу страну. Как и каждое соревнование, оно проходило строго по установленным правилам. Главное условие соревнования – это придерживаться системы «поймал-отпустил». Ловля происходила с берега, спиннингами исключительно на искусственные приманки в рамках определенной заранее территории. Разрешено было использовать не более одной приманки, оснащенной не более чем двумя крючками. Соревнования проводились в два тура – днем и ночью. Чтобы стать абсолютным победителем турнира, необходимо было набрать максимальную сумму баллов в двух турах. Таким образом, если ты умеешь ловить рыбу в светлое время суток, то и в темное время ты должен себя проявить достойно. По результатам двух туров места распределились следующим образом. Первое место с 55 баллами занял рыболов из города Иск Вячеслав Шариков. На втором месте – Виталий Башкатов из Сочи, который набрал 41 балл. Третье место занял рыболов из Новороссийска Сергей Круглов, набравший 31 балл. Что касается абхазских участников, учитывая то, что для них данные соревнования являются новшеством, Дмитрий Рокетянский из Пицун доказался на восьмом месте, набрав 26 баллов. А Александр Городянкин из Сухума с 25 баллами занял девятое место. Также хотелось бы отметить двух участников соревнований из Гагры – Руслана Сабуа и Витарио Фадина. Несмотря на свой юный возраст, они продержались до конца и заняли не последние места, обойдя старших, более опытных рыболовов. Витарио Фадин на 29-м месте, а Руслан Сабуа на 33-м. От организаторов фестиваля им были вручены ценные подарки. Победителям турнира были вручены кубки, медали и денежные призы. Также рыболовы, занявшие до 10-го места включительно, были награждены денежными премиями. По словам председателя правления Федерации рыболовного и охотничьего спорта Республики Абхазии Альберто Бондаренко, несмотря на инцидент, связанный с кражей денег призового фонда, первый фестиваль по рукфишингу удался. Самое то, что приятное, что из 37 участников турнира за два вот этих вот тура у нас ни одного нуля. То есть, хоть одну рыбку, но все равно поймали. Рыба, конечно, довольно-таки разнообразная, то есть та, которая водится в Черном море, это ставрида, это луфарь, это барабулька была, скорпена, бычки, карась, как мы его называем, в принципе, морской карась, ласкири. Ну и я вам скажу, что за пять лет проведения таких соревнований в России такого количества самой, наверное, престижной рыбы для рукфишеров, это горбыль, здесь было поймано 26 штук. Такого не было, то есть 2-3 штучки ловится, а здесь, конечно, это очень здорово, потому что самая престижная рыба в поимке. Ну, в первую очередь, хотел бы поздравить всех нас с проведением, удачным, успешным проведением данных соревнований первых в истории. Как вот вы слышали, наш главный судья сказал, что мы все-таки постарались провести это на высшем уровне, взяли пример с них, они уже много лет проводят в России. Нам очень много подсказывали, много помогали федерации из России и в первую очередь главный судья, Кофман Михаил Борисович. Ему огромное спасибо. Помощник главного судьи Александр Александрович, он как бы главный судья, секретарь, тоже проделал очень большую работу, в первую очередь и с подсчетами, и в самом поле так называемом. Что могу сказать по соревнованиям? Было 37 человек. На первый раз это как бы и не много, и не мало, но было достаточно для того, чтобы провести эти соревнования. Были еще нюансы нехорошего плана. Наш призовой фонд во время соревнований куда-то так быстренько исчез. Были здесь люди не только болеющие за рыболовные мероприятия, но и болеющие, видно, за свой карман. Ну, бывает. Украли, да? Ну, украли, да. Украли призовой фонд, но организаторы постарались в течение нескольких часов до окончания соревнований и получения призов как бы найти эту же сумму. Соревнования прошли нормально, все получили призы, получили кубки, медали, денежные призы. Ну, есть нехороший осадок все-таки остался. Ну, ничего. Это первый раз. Первый раз все равно этот блин не получился комом. Вот. Если бы присутствовала здесь милиция, правоохранительные органы, я думаю, такого бы не произошло. Следующим мероприятием является проведение открытого лично командного чемпионата на Кубок президента по ловле спиннингом с берега на реке Бзыбь, который пройдет с 17 по 20 сентября. В нем принимают участие команды из городов Сухом, Гагра, Пицунда и поселка Бзыбта. Также приедут именитые команды из России. Федерация рыболовного и охотничьего спорта Республики Абхазия приглашает всех желающих на эти мероприятия.